всем привет дорогие зрители моего канала с вами я елена бузела и сегодня у нас прекрасный майский день поэтому я решила снять для вас видео на улице под деревьями у нас тут падает уже облетает вот груша вам к сожалению не видно но лепестки которые падают будут видны пчелки по ним летают ползает и я к вам с готовой работой и full heart от шепот бош да у меня давно не было никаких готовых работ и наконец-то я осилила эту вышивку она как бы на первый взгляд небольшая но она трудозатратная время затратное не просто она мне далась вышивала я ее декабря как бы если взять и засесть то можно было бы вышить конечно же за несколько недель есть такие конечно же вышивальщицы на ютубе и вообще в мире но я медлительная вышивальщица и даже не из-за уж не длительное а времени не хватает и не все краски мне сначала нравились сейчас смотрю на эту работу и мне все очень и очень нравится единственная могла бы быть травка вот где овечки немножко по зелене но наверное так задумано автором что там где цветочки травка зеленее там где овечки не совсем зеленая типа как сена вот в этой вышивке очень много все у меня по ключу во первых очень много стежков разных сейчас я возьму ножнички буду вам показывать это сатиновый стежок вот здесь пуговичка это все было наборе у меня есть видео на канале где я все подробно рассказываю вот такие пуговички такие немножко я здесь изменяла южик добавила сюда яркости цветочек поменяла ой бабочка пролетела видно вам ну конечно съемка на улице она еще дополнительные звуки предусматривает поэтому если будет гавкать собака ездить машины но издержки производства так сказать так вот такие вот пуговички мне больше всего этот красненький цветочек нравится так вот здесь вот стежок я честно говоря не запоминал как они называются это алжирский глазок да вот вот эти вот стежки тоже какие-то не буду говорить сейчас про название все красиво и ладно значит оформилась у меня это вышивка вот в такую коробочку от эджи бокс с вами потом посмотрим содержимое я заказывала эту коробочку специально под эту вышивку вот эти ножнички тоже здесь не случайно потому что они были со мной в весь процесс вышивки это ножнички от сажу я не помню показывал я их или нет но они меня выручили на протяжении всей этой вышивки я надеюсь кстати что у нас видео с вами не засвеченные я не совсем вижу что происходит у меня за штативом вот села в тенек потому что на солнце было прям ну очень сильно засвечено да девочки все таки пришлось прерваться у меня здесь снесла . штатив немножко издержки производства опять же снимать видео одной получается только ночью а я хотел поболтать с вами днем и так значит коробочку мы с вами сейчас рассмотрим получал я ее от насти эджи бокс точно так же как и вот такую вот и колечку я вам показывала эти игольнички уже в своих покупках про ножнички значит ножнички сажу были со мной весь период вышивки и они показали себя достойно вот эти пины также создавали мне настроение это две овечки из америки из техоса это овечка от той сидя или вы пин также вам показывала ну коль уж я настроение начала говорить то вот такие две овечки еще у меня были это магнитики вот они магнититься друг другу да я вставляла свои иголочки которыми вышивала вышивала я одной иглой ничего не меняла также в наборе была еще игла для бисера она мне понадобилась только один раз когда я пришивала вот эту вот малюсенькую пчелку туда иголочка не пролазила вот она мне потребовалась бисерная такая игла и так оформила значит я вышивку возможно вставлю фото при монтаже если у меня получится это сделать потому что фото я еще ни разу не вставляла в свои свое видео я здесь использовала синтепон 200 и насколько мне известно я тоже не запоминал такую информацию хотя может быть надо записывать конечно в один слой почему в один слой я хотел сначала выпуклую сделать объемную крышечку но потом я поняла что не смогу использовать вот эту крышку как подносик крышечку вот хотя здесь и пуговки но они особо не мешают тут вот такой кладешь и используешь украсила поэтому значит в один слой сажала я все на клей потому что при стягивании нитками скользила очень сильно заготовка и все у меня переворачивалась то и дело то и дело соскальзывала я никак не могла натянуть прямо поэтому решила я не люблю переоформлять вышивки как некоторые там я в боец сейчас оформлю в такой потом оформлю в другой нет я все оформляю один раз и навсегда как бы так хотя клей от этой вышивки от этого оформления тоже можно отодрать очень легко и переоформить эту другую вышивку если захочется этого ничего не видно здесь я использовала помпончики от lady dots покупал их и в магазине стежок за стежком показывала их в предыдущем видео когда говорила про лам но оформив без них без них сначала оформила посмотрела что мне мне показалось чего-то не хватает поэтому решила приделать их сюда тоже кстати сказать пришлось мне их полностью обрезать обрезать полностью пришлось потому что у меня вышивка не влезала заготовка вместе с вышивкой не влезала в коробочку и у меня тогда случилось здесь небольшая неприятность я вот думаю кстати говорить вам про нее нет у меня лопнуло вот здесь все таки я вам покажу лопнула у меня здесь вот крышечка но я сделала вышивку засунула сюда так что это будет сзади и будет не видно на свойствах шкатулки это никак не отразилось мораль не надо пихать дурнины просить мужа пихать в которым силы гораздо больше чем во мне я почему-то была уверена что это все запихается но нет это не запихалась то есть для этой коробки нужен был только один слой состоящий из вот этой канвы тончайшие от викс диокс больше сюда бы ничего абсолютно ничего не влезло но я все равно довольна мне удалось замазать подмазать и вот такая у меня шкатулочка есть по ниточкам ниточек у меня осталось довольно таки довольно таки много ниточек у меня осталось это нитки от джентль арт которые я использовалась я заменяла вот в этом цветочки и ножнички в этом цветочки и в овечках вот эти вот ниточки а оригинальные ниточки которые шли в наборе тоже мне осталось довольно таки много мне кажется что хватит на второй отшив если кто-то будет вышивать кому-то приглянулась эта вышивка оформление то вы можете написать мне и я думаю мы с вами договоримся о продаже я продам в общем то я не коллекционер схем я их не коплю второй раз вышивать схемы я не люблю поэтому без зазрения совести как бы по цене дешевле гораздо чем я покупала я отдаю продаю схемки которыми уже не пользуюсь которые уже использованы мною схема вся в идеальном состоянии я вставлю вам видеоролик о том как я стирала марки но не стирала в общем маркер у меня был от фирмы пайлот который исчезает под действием температуры и он реально исчез со всей схемы и схема получилось как новое поэтому вместе с ниточками либо без ниточек смотрите если кому-то надо сейчас я хочу показать вам еще наверное про эту вышивку все с этой вышивкой какой-то вот у меня тепло идет от нее и поэтому я решила в одном видео показать вам еще свои приобретения которые я очень давно хотела очень 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 и хочу чтобы они дальше были на видео потом поэтому показываю сейчас а потом покажу вам свою работу которая будет у меня в пальцев вместо шепот буш и так достаем отсюда мои сокровища мои сокровища вот как раз будет очень удобно показывать на этом подносики и так все вы знаете наверное магниты от клай байки я вообще вот очень 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 мечтала о них и даже не представляла что они могут быть когда-то у меня но это произошло и вначале я прикупила себе вот такой акриловый магнитик и потом удалось мне поймать именно так сейчас можно сказать о магнитах клай байки вот этого дракончика почему бог потому что здесь удобно фокусировать телефон я надеюсь вам видно это магнитик акриловый но он очень будет удобный здесь собой иголочка обычных нет ну вот магнитик пин вернее так вот сзади значит вот такой тоже магнит он украшает кран давайте это уберу что было видно украшает но не просто магнитика вот такой вот украшательство да здесь у дракончика вот такой зелененький и так вот такой дракончик значит меня теперь есть мухоморчик прям какой-то мухоморчик маленький такой хорошенький но я постараюсь его сфоткать когда он у меня будет жить на вышивке у меня обычно приобретение должны вылежаться я не сразу ими пользуюсь через некоторое время поэтому пока что они у меня висят на стенде я в инстаграм уже показывал конечно же не вытерпела это значит я поймала на самом сайте ким который выставляет свои работы один раз сейчас в неделю либо рандомно выставляет если у нее есть что-то готовое она готова это выставить но потом в инстаграме подружка мне помогла потратить денежки и приобрести еще изделие от ким спасибо я на за наводку я не думаю не думаю потому что поймать мне это очень сложно очень тяжело на ебэе это стоит очень дорого поэтому увидев в продаже у тоже насти наборы я не задумываясь их купила это такой набор под осеннюю прям вышивку как же мне сделать чтобы вам было видно ой ну не фокусируется это вот слайдер под иголки сейчас все у меня попадает тут главное что не разобьется сюда я прикреплю магнитик уже собираюсь его заказывать и у меня здесь будут иголочки лежать обычные для вышивания для процесса но пин этот не умещается здесь потому что попка у ловички толстенькая а обычные иголочки очень легко уместится вот такая божья коровка наверное придется делать фото и вам вставлять потому что прям мне не нравится как размазано как то получается не знаю почему и вот такой вот магнитик к этому набору вот на фоне травы он не особо виден поэтому так вот лучше его показать здесь вот такая вот у него закрепочка сзади и девочки ну извините так как есть мне не очень нравится качество видео может быть пересниму вам мне хотелось чтобы у вас все было ярко и четко и вот такой магнитик слайдер вот так розовый такой мне кажется несколько лет назад наверное ким выпускал такие потому что сейчас я не вижу таких и это магнит к этому слайдеру дверца такая где живут эльфы сзади вот так он сделан так кстати особенность магнитов от ким у них иголочка вставляется вставляется вот специальное место для иголки и ой хорошо что трава его не разобьется перевешивает овечку и дракончики тоже тут есть такой же где он тут есть а вот он вот так вот она делается овечка перевешивает поэтому я ее придерживать стараюсь вот вот такие у меня магнитики и слайдеры от ким так они выглядят и вот такой я не кудышный блогер не могу вам все четко снять ну буду пытаться вставлять фото так как же нам их поставить я хочу чтобы они у нас фоном как бы шли потому что потом я вам сейчас я вам хочу показать работу которая значит у меня будет видите как их сильно магнитится они очень такие хорошие сильные ну у меня организовано все в такой же коробочке от насти edge box но здесь уже еще пока нет вышивки я ее еще не вышила но и кстати сказать не решила что сюда вышить но зато в этой коробочке у меня уже были вот эти овечки от шепард буш я использовала крепление здесь уже другое насти сделала вот такие как это называется саморезы да то есть их откручиваешь достаешь все на этой коробочке по другому здесь это целиковое дно оно не вынимается здесь вынималась сам вверх вынималась такая круглая заготовочка и на нее уже крепилась а здесь вот это вынимается я не вынимала еще здесь вот все с пленочкой там я вижу дырочки и сверху наверно орх стекло это или или что и вот в эти дырочки вышивку я пришью буду пришивать да это по всему периметру это очень классное крепление мне прям очень нравится нам быстрее что-нибудь сюда вышить но буду вышивать я вот эти мальвы они сюда не подойдут по размеру мальва от изабель волтер французская французская она по моему автор я знаю что в прошлом видео я вам говорила про лам и хотела вышивать ламы ну вот выглянуло солнышко пошли у меня в саду посадки цветов я накупила к этим выходным очень много разных цветочков и петуни глазок и мне захотелось вышивать мальвы мальвы кстати сказать в том году сажала себя в саду но они у меня почему-то не растут ну может быть в этом году попробую я хочу я знаю что в нашей местности говорят что это типа сорняк все такое мне нравится как бы цветок родом из детства и захотелось зелени захотелось вышить мальва и очень быстренько для видео я сразу же приготовилась то очень долго готовлюсь значит у меня основу будет лен 36 каунта натурального цвета 52 и ниточки 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 вот такие вот у меня ниточки гляньте какие цвета просто термоядерные да малиновые это прям новенький моточек я думаю что будет очень красиво на этой основе хотя сначала я основу хотела заменить потому что на превью как-то выглядит серым цветом я не хотела серым цветом и вот этот цвет надписи вообще сливается и он знаете какой сейчас я вам покажу вот он бежевый такой ну я не знаю на этой вроде бы основе ничего смотрится может быть я буду его заменять у него будет бэк у него будет бэк 470 оттенок ну думаю может быть и будет все хорошо потому что я очень сильно не люблю менять заменять и и так далее и вот этот магнитик сюда кстати подойдет очень так ну не падай по цветам мне кажется мне кажется вы будете довольны моими фотографиями когда я буду это делать кстати сказать по основе ну вот ключ понятно и на все но вот на по поводу основы вообще вообще не было непонятно мне пришлось считать неужели каждая вышивальщица знает сколько клеточек в сантиметре я понятия не имею поэтому здесь вот данные сантиметры сколько понадобится какой основу на вышивку например вот двадцать четыре с половиной на сорок с половиной вышивка получится на конвее какого каунта непонятно я в общем взяла калькулятор конвее и вот сидела высчитывала это оказывается двадцать восьмой каунт это тридцать второй это тридцать шестой вот я взяла тридцать шестой себе каунт и вышивку мне должна получиться девятнадцать на тридцать один с половиной сантиметр буду вышивать в две нити я попробую я я чуть забыла на тридцать шестом я вышивала уже что-то но во сколько нитей я не помню попробую посмотреть чтобы крестики не толкались потому что в одну нить я вышивать не люблю вот эта работа от шепарда вышивалась в одну нить нитками ручного украшения и мне не очень мне не очень вышивать в одну нить мне как-то не очень удобно а я люблю вышивать в две нити полным крестом нитки у меня все по ключу собраны кроме цвета 601 фуксия я не нашла его в своих процессах потому что ну приходится по всем процессам лазить искать нитки поэтому я думаю я закажу вместе с магнитиками с неодиновыми вот под эти под этот слайдер прям уже хочется заказать но и хочется дела поделать в огороде саду поэтому вышивать сейчас конечно же я не буду сворачиваю все свое добро так все так все я вам сказала или нет я очень не люблю когда меня прерывают во время съемки а тут вот дочка меня прервала и у меня как-то настроение стало не совсем тем каким хотелось бы при съемке видео для вас ну ничего это жизнь главное что все это есть есть эти прекрасные магниты эти прекрасные часы за вышивкой и такие прекрасные картины хочется сказать даже авторам вы куда так рветесь мы не успеваем вышивать все что вы нам предлагаете на этом все свое видео заканчиваю да я обещала вам рассказать в этом своем видео о поездке мы ездили в волгоград не знаю я снимаю видео как бы уже спустя неделю как мы вернулись поездка наша была посвящена дню победы я вам наверное вставлю кусочки видео из волгограда очень нам понравилось на мамаевом кургане на вросуши это кладбище захоронить туда сейчас даже хоронят останки которые находят вокруг волгограда ну я не буду отрывать ваше внимание надолго немножко просто прикоснуться вот к этой нашей истории я считаю что надо детям показывать нашим нашу историю кто из благодаря кому и как мы живем моей дочке понравились понравилась очень сильно экскурсия понравилась очень сильно поездка она задавала целую кучу вопросов то есть у них в школе не развито что ли это вот в садике они учили стихи пели военные песни и возлагали цветы к памятникам к вечному огню ну вот в школе почему-то у них вот первый класс и ничего такого не было я конечно удивлена поэтому родители на то и есть родители чтобы показывать и рассказывать историю наших дедов наших прадедов чтобы дети знали видели это все и мы планируем и в белоруссию съездить тоже по местам памяти тоже будет посвящена поездка дню победы и по другим местам россии и ближнего зарубежья ну все спасибо всем за внимание спасибо что меня послушали извините что пришлось прерваться я вам сейчас в конце покажу свою хрушу с цветами и вот свою атаманку которая не давала мне снять видео и сейчас вот качается на качелях кусочек вот такой вот дачной жизни ну как сказать дачной это не дачная жизнь а наш такой вот сад пока-пока итак видео про коробочку от шепард и я сейчас хочу попробовать как же у нас ведет себя маркер и я сейчас хочу попробовать как же у нас ведет себя маркер от pilot который должен исчезнуть под воздействием температуры утюг я нагрела пару брала снимаю с рук ух ты прям сразу гляньте тень у меня не убирается к сожалению но это маркер убирается со схемы все великолепно ничего не остается никакой краски значит еще себе таких маркеров заказать ну вот кстати цвет у меня был сиреневый такого маркера мне он не понравился очень бледный ничего не видно понравился розовый понравился вот такой вот зеленый это не салатовый зеленый салатовый не берите вообще не видно ничего ничего не видно вот если мне обычные маркеры нравятся вот эти вот хайластера я пользуюсь ими то в пайлоте это такой уже такой же цвет он совершенно не виден на схеме так ну что все уже проглаживать можно не проглаживать все у меня видно и девочки я очень жалею что я своего санту пайлотом этим не раскрашивала ну ничего теперь положу так друзья мы в Волгограде идем по аллее пирамидальных тополей мы взяли экскурсовода она ведет у нас экскурсию вот там видна Волгоград арена но наша цель это прогулка по местам победы до этого было дом Павлова мельница восприятие только в одном месте мы видим человеческую фигуру скульптуру как экстрена очень высокого то культура смотрится небольшой на самом деле она нормального росту 180 кажется маленьким на этой стене мы видим солдат который клинутся вот не видишь 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 сейчас вам немножко сниму чтобы вы понимали конечно не очень приятно может быть смотреть это вот каски оригинальные мы поехали ближайшие посадочки волонтеры оказывается палатки у них разбитые поисковики кто ищут вот эти там прям кучи свалены каски я вам показывал раскопки вот там все это находит вот есть могилки где надписи только фамилии то есть что смогли прочесть есть с датами жизни смерти а вот совсем свежие тут пока что вот только таблички и каждого каска лежит на этой табличке вам наверно не видно фамилия имя здесь даже фотографию нашли может при нем было может не знаю мы экскурсию брать не стали сами походим вот такая стелла на этом захоронении на этом кладбище человек склонен над ним колокол ну без экскурсии конечно не знаю что обозначалась стелла но мне кажется так понятно мы склоняем головы перед защитниками воздушные шары карточные во видно даже да 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 Продолжение следует...